Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 8 класс. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте. Page 48. Страница 48. 3D. Vocabulary and Speaking. Ваш словарный запас и умение разговаривать. Задание первое. Who is the woman in the picture? Кто женщина на картинке? Тут мы можем честно ответить. I don't know her. Я ее не знаю. What do you know about her? Что вы о ней знаете? Ну, опять же. I know nothing. Я не знаю ничего. Think of three questions you would like to ask about her. Придумайте три вопроса, которые бы вы хотели задать о ней. Ну, например. Why should she be interested to me? Почему она должна быть мне интересна? Why should I know about her? Почему мне надо о ней знать? Why should I read about it? Почему я должна об этом читать? Или должен? Read and see if you can answer them. Прочитай и посмотри, сможешь ли ты ответить на них, на эти вопросы. Explain the words involved. Объясни слова, выделенные жирным шрифтом. Мария Кюри, урожденная Мария Складовская, родилась в Варшаве, в Польше в 1867 году. Она была самой младшей из пяти детей. Ее родители работали учителями, и они привили ей любовь к учебе. Ее мать умерла в 1877 году. Мания, как ее звали, и ее сестры должны были работать. Мания стала репетитором в семье. Ну, тогда не говорили репетитор, тогда говорили гувернанткой. То есть Мания стала гувернанткой в одной семье. Ей нравилось пребывание там, и она могла посылать деньги своему отцу и своей сестре Броне, которая изучала медицину в Париже. Когда ее сестра вышла замуж, она пригласила Маню пожить с ними и изучать, учиться в Сорбонне. Сорбонна – это название самого главного университета во Франции. В России самый главный университет – это МГУ. В Англии – Оксфорд, а в Париже – Сорбонна. Тогда она поменяла свое имя на Мари. Мари изучала физику и математику и получила степень магистра по обоим этим предметам. Когда она закончила университет, она начала исследовать магнетизм. В это время она встретила Пьера Кюри, молодого ученого. Они сразу влюбились в друг друга и поженились. Мари переехала в его дом, и они оба начали исследовать уран и другие элементы, чтобы решить, являются ли они радиоактивными. It took them four years to isolate the radioactive source, which she named radium. У них заняло 4 года, чтобы выделить радиоактивный элемент, который они назвали радием. За это они получили Нобелевскую премию по физике в 1903 году. В 1906 году ее муж умер в результате несчастного случая, и Мари заняла должность, которую ему предложили в Сорбонне. В 1911 году она получила Нобелевскую премию по химии. Во время Первой мировой войны она сконструировала первую мобильную рентгеновскую установку и ездила с ней вдоль линии фронта. Мари умерла в июле в 1934 году в Париже. Она умерла от отравления радиацией. Она усердно работала и доказала, что если человек идет к своей цели, он добивается успеха. Что касается ее, успех пришел к ней с двумя Нобелевскими премиями, которые она получила, и с тем фактом, что она была первой женщиной, которая вообще получила Нобелевскую премию. Мы все обязаны ей нашим уважением и восхищением. Так, ну теперь объясним слова, выделенные жирным шрифтом. То есть мало закончить, например, институт или университет. Если вы хотите заниматься научной деятельностью, вы должны написать какую-то научную работу, а лучше несколько. И потом, возможно, после того, как вы напишите несколько научных работ, вам присвоят степень. Либо степень магистра, либо кандидатскую степень, докторскую. Не доктор, который людей лечит, а доктор наук. Это другое. Так, graduated from, окончил университет, research, исследование, elements, элементы, radioactive, радиоактивный, или радиация, designed, ну это дизайн, конструирование, разработка чего-то. Второе задание. Choose the correct word, AD, to complete the gaps. Выберите правильное слово, чтобы дополнить, заполнить пробелы. Ну вот эти вот слова, и мы, в общем-то, все пробелы уже заполнили. Think. Подумай. Listen and read the text again. Послушай и прочитай текст снова. Почему писатель считает, что Мария Кюри была успешной? The writer considers that Marie Curie was successful because she received two noble prices. Писатель считает, что Мария Кюри была успешной, потому что она получила две Нобелевские премии. Study skills. Навыки обучения. Completing a gaped text. Заполнение пробелов в тексте. Read the title and the text quickly to get the gist. Прочитайте заголовок и текст быстро, чтобы уловить суть. Read again carefully. Прочитайте снова внимательно. Focus on the words before and after each gap. Сфокусируйтесь на словах до и после каждого пробела. Look at the four options and choose the word that best fits. Посмотрите на четыре слова и выберите слово, которое подходит лучше всего. Read the completed text to see if it makes sense. Прочитайте заполненный текст, чтобы увидеть, что он имеет смысл. Третье задание. List the events in Curie's life in the order they happened. Составьте список событий жизни Марии Кюри в том порядке, в котором они произошли. Use your list to present Marie Curie to the class. Используй этот список, чтобы презентовать Марии Кюри классу. Марии Кюри Складовская родилась в 1867 году. Её мама умерла в 1877 году. Марии стала репетитором. Ну или гувернанткой, как тогда говорили. Марии переехала в Париж к её сестре. Марии начала учиться в университете Сорбонна. Марии получает степень магистра по физике и математике. Марии и Пьер Кюри поженились. Они начали изучение урана и радиоактивности. Марии и Пьер Кюри получили Нобелевскую премию по физике в 1903 году. Пьер Кюри умер в 1906 году. Марии Кюри получила Нобелевскую премию по химии в 1911 году. Марии Кюри сконструировала первую мобильную рентгеновскую установку и путешествовала с ней вдоль линии фронта в течение Первой мировой войны. Марии Кюри умерла в 1934 году. Стages in life. Этапы жизни. Задание четвертое. A. Listen and repeat. Послушай и повтори. What are these words in your language? Как звучат эти слова в вашем языке? Infant. Baby. Младенец. Грудничок. Ну, до года. Видите, one, а вот это сокращенно это years. Be. Toddler. Малыш. Two, three years. Два, три года. Чайлд. Ребенок. Four, twelve years. Четыре, двенадцать лет. Тинейджер. Подросток. Thirteen, nineteen years. Тринадцать, девятнадцать лет. Адалт. Взрослый. Twenty, fifty, nine years. Двадцать, пятьдесят девять лет. Синьер, citizen. Пожилой человек. Sixty plus years. Шестьдесят плюс лет. Be. What stage are you at? На какой стадии вы находитесь? То есть на каком этапе жизни вы находитесь? How about your brothers, sisters? Как насчет ваших братьев, сестер? Your parents. Ваших родителей. Your grandparents. Ваших дедушек и бабушек. И вот как надо писать. I am a teenager. Я подросток. I am a teenager. Я подросток. My little brother is a baby. Мой маленький брат – младенец. Или грудничок. My little sister is a toddler. Моя маленькая сестра – малыш. My parents are adults. Мои родители – взрослые. My grandparents are senior citizens. Мои дедушка и бабушка – пожилые люди. Мои родители – взрослые 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 люди. Продолжение следует...